МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гости к горникам Кузбасса приехал прославленный донецкий проходчик Иван Васильевич Пилипенко, поставивший мировой рекорд на проходке стволов новых шахт. Тепло встретили новаторы проходчики новой шахты Капитальные-3 Васильников. Проходка ствола сложное, трудное дело. Это от них проходчиков зависит успех строительства шахты. Знатный донбассовец отдаёт должное труду сибиряков на облицовке ствола. Шесть метров в сутки высокая скорость бетонирования. Обычно за месяц проходчикам удается пройти 20-25 метров ствола. Бригада Пилипенко за это же время проходит более 200 метров. Под землёй на 200-метровой глубине встретились учитель и ученик. Известный кузбасской горняк Дорошенко недавно побывал в Донбассе. Там он внимательно изучал метод Ивана Васильевича. Используя опыт новатора, проходчики Григория Дорошенко в июне прошли 83 метра ствола. Чёткая организация труда, новейшая современная техника помогли горнякам добиться успеха. Такие машины, похожие на стальные цветы, шахтёры ласково называют бычками. Это пневматические погрузчики ВЧ-1. Творчески развивая опыт Пилипенко, горняки Кузбасса наращивают темпы проходки новых шахт. Так начинали жить новосёлы зернового совхоза на целинных землях Веселовского района. Прошёл год. Неузнаваемо изменились эти места. В степи вырос большой посёлок с новыми домами, школой, мастерскими, электричеством. Всё построено своими руками. С подъёмом трудятся старожилы совхоза во главе с комсомольцем Полоненко. Супруги Васильевы заканчивают отделку собственного дома. А семья бухгалтера Глухинькова уже готовится справить новоселье. Собран с полей хлеб. На таках подрабатываются последние тонны семенного зерна. А в степи, как весной, гудят тракторы. Совхоз Веселовский готовит землю к будущему урожаю. Сотни поездов мчатся по Омской магистрали. Бдительно следят вагонники за состоянием подвижного состава. Цех обточки бандажей Омских вагоноколёсных мастерских. Семнадцать лет работает в цехе фрезеровщик Василий Иванович Метелёв. За эти годы он придумал для своего старого станка много новых приспособлений. Теперь на обычном фрезерном станке можно производить строгальные, долбёжные и другие операции. Станком лаборатории называют в цехе станок Метелёва. Узким местом было изготовление державок для напайки резцов. Метелёв сумел на своём станке обрабатывать одновременно шестнадцать державок. Василий Иванович крепко дружит с инженерами. Любовно передаёт свой опыт товарищам. Часто можно увидеть его в технической библиотеке. Сейчас Василий Иванович, обобщая свой многолетний опыт, завершает работу над книгой справочник фрезеровщика. В Новосибирске дали несколько представлений артисты цирка Монгольской Народной Республики. Монгольский цирк очень молод. Он создан лишь в 1941 году. Но талантливый коллектив продемонстрировал целый ряд интересных номеров и сложных трюков. Эквилибристу Мурху ставит на бутылки семь стульев. И на этом шатком сооружении, под самым куполом цирка, выполняет свой номер. С особым интересом зрители наблюдают за своеобразной темпераментной национальной борьбой. Легко, красиво выполняется партерный полет. Прыжки в воздухе. Артисты монгольского цирка порадовали сибиряков большим, зрелым мастерством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова